Послание к римлянам. Переходим. В прошлый раз мы дочитали с вами до 22 стиха. Апостол Павел здесь продолжает свою речку Иудеям. И мы говорили о том, что... Здесь он говорит о том, что одно лишь знание закона не является оправданием на суде Божьем. Тем более, если ты знаешь закон, который говорит явно не делай греха, но при этом делаешь грех, то какое тебе оправдание? Вот этим мы с вами закончили в прошлый раз. Сегодня с 23 стиха. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. 23 стих. Вот здесь предыдущая мысль продолжается. Апостол Павел просто ее развивает, подводит к кульминации. Иоанн Златоуст толкует это место так, что... Он обличает Иудеев за то, что они бесчестьят того, кто превознес их честью. А это как раз самая крайняя неблагодарность. В этом обличает их апостол Павел. То есть Господь почтил их законом, сделал для них все, то есть избрал их из всех. А они не исполняют этот закон, тем самым бесчесть от своего благодетеля. Вот это самая крайняя неблагодарность платить неблагодарности своему благодетелю. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулиться у язычников. 24 стих. Значит, как написано. То есть апостол Павел говорит, что он не сам от себя эти слова говорит, обвиняет Иудеев. А так уже было написано в законе. Именно здесь он цитирует пророка Исаию. 52 глава, 5 стих. Давайте прочитаем. И теперь, что у меня здесь, говорит Господь. Народ мой взят даром, властители их неистовствуют, говорит Господь. И постоянно всякий день имя мое бесславится. В японском и русском тексте этот цитат немножко не совпадает с тем, что здесь написано у апостола Павла. В славянском буквально совпадает. Имя Божие хулиться у язычников. Так написано у Исаии. И таким образом пророк апостол Павел говорит, что вина их не только в том, что они оскорбляют Бога, как своего благодетеля, но более того, приводят к этому других. А именно, почему имя Божие хулиться у язычников? Феофилакт болгарский говорит так. Языческие народы, смотря на вашу порочность, говорят, этих же, этих ли должен любить Бог? Неужели Бог, любящий таких, есть истинный Бог? Итак, апостол Павел до этого места закончил тему о том, что иудеи знают закон, но не исполняют, поэтому они безответны. Но поскольку иудеи говорили, что, тем не менее, знак призвания Божия они имеют, они избранный народ, и обрезание, как самый явный знак отличия от язычников, у них есть. Теперь апостол Павел переходит к следующей теме, где доказывает, что само по себе обрезание также не выделяет иудеев среды язычников, если они не исполняют того, что следовало бы исполнять согласно закону, согласно обрезанию. Обрезание полезно, если исполняешь закон, а если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. 25 стих. Блажен Феофилакт говорит, что обрезание наружное – это обрезание плотское, а обрезание духовное – это отвержение плотских страстей. Соответственно, и необрезание плотское – это просто отсутствие этого видимого знака. А необрезание духовное – это бывает тогда, как он говорит, когда кто, имея языческую душу, нисколько не отсекает страстей. Вообще говоря, эта тема о духовном и плотском обрезании не новая для иудеев, поэтому не апостол Павел придумал это различие – духовное и недуховное. Об этом говорил еще пророк Иеремия. Давайте откроем 9 главу пророка Иеремии, 25-26 стихи. «Вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу всех обрезанных и необрезанных – Египет и Иудей, и Едома, и сыновей Омонов, и Маава, и всех стригущих волосы на висках, обитающих в пустыне. Ибо все эти народы необрезаны, а весь дом Израиля с необрезанным сердцем». Поэтому для иудеев это слово было вполне понятно, о чем здесь говорит апостол Павел. И Блаженный Феодорит поясняет эту мысль 25 стиха следующим хорошим очень образом. Он говорит, что апостол доказывает здесь, что обрезанных плотской излишне, когда нет обрезанных душевного, потому что ради этого последнего и дано первое. Если же нет последнего, бесполезно первое, потому что оно имеет значение печати. Где лежит у нас золото, или серебро, или драгоценные камни, или дорогие одежды, там обыкновенно прикладываем печати. Но когда внутри ничего не положено, тогда излишне приложение печати. Такой очень хороший и доступный образ Феодорит Кирский. «Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезанный не умеется ли ему в обрезании?» 26 стих. Апостол Павел дальше развивает свою мысль, как видим, ясная и логичная. Он говорит о том, что если обрезание является знаком того, что иудей исполняет закон, то неисполняющий закон иудей является то же, что необрезанный, то наоборот, не является ли тем, что необрезанный исполняющий закон является по сердцу тем же, что и обрезанный. Феофан Затворник тоже очень ясный и доступный пример приводит. Говорит, например, какой-нибудь иудей вор, а язычник не вор. Таким образом, язычник исполняет в этом случае требования закона, а иудей не исполняет. Таким образом, иудей в данном случае то же, что необрезанный, а необрезанный то же, что обрезанный. И святой Иоанн Златоуст делает вывод из этого отрывка, что у апостола Павла выражение «обрезанный» и «необрезанный» принимает гораздо более широкое значение. Необрезанный, то есть вообще плохие, дурные дела, а обрезанный, то есть добрые дела. И необрезанный по природе исполняющий закон. Не осудит ли тебя преступника закона при писании и обрезании? 27 стих. Апостол говорит, что если этот самый необрезанный, то есть язычник, совершит то, что следует исполнять по закону, то не осудит ли он иудея, который оказывается преступником закона, к исполнению которого обязывает его обрезание? Тут я хотел бы сказать, не осудит это в каком смысле? В том смысле, что именно осудит. Хорошо, тогда вот так, по-другому скажем. То есть мысль здесь, как бы апостол Павла набирает обороты. Он говорит еще более интересную мысль, что осудит-то иудея, получается, человек, который тот заведомо его презирает как необрезанного. То есть на суде окажется, что необрезанный по плоти окажется судьей обрезанного иудея, если он исполняет закон, а иудея не исполняет. То есть для иудея это вообще поразительная мысль. На суде Божьем. Да, да, конечно. Таким образом, апостол Павел таким поразительным ходом мысли добивается своей основной цели. Он разоблачает иудея от его уверенности в своей праведности, то есть от этого чувства ложной праведности. Он показывает ему, что он так же безответен, как и язычник. Это главная цель апостола Павла, доказать, что на одной линии с язычником, что ему нечем гордиться, если он не является исполнительным законом. Никакие видимые знаки его перед Богом в преимущественное положение не поставят. Вот цель этого отрывка. И Златоуст обращает внимание, что мысль 27 стиха очень близка к мысли Господа Иисуса Христа, который он привел в Евангелие от Матфея. Давайте прочитаем. 12 глава, 41 стих. «Не витяне восстанут на суд с родом сейма осудит его, ибо они покаялись от проповеди Ионины, и вот здесь больше Ионы». Ну, не невитяне, это понятно, что язычники в полном смысле этого слова. И вот Господь ставит здесь их выше современных ему иудеев, потому что тем был достаточно пророк Ведеона, а они не принимают свидетельства самого Господа, воплотившегося. «Ибо не тот иудей, кто такой в понаружности, и не то обрезание, которое наружено на плоти, но тот иудей, кто внутренне такого, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвалан не от людей, но от Бога». 28-29 стих. Итак, апостол Павел завершает свою мысль, здесь тоже очень ясно и внятно. Он говорит о том, что настоящим иудеем является тот, кто при внешнем иудействе исполняет внутреннее. И опять-таки, Феофан Затворник очень хороший образ приводит. Это то же, что не настоящий иудей, то же, что не иудей. Он приводит пример, как ненастоящие монеты – это не монета. Мы не можем назвать поддельную монету монетой в полном смысле этого слова. То же самое и здесь. И в 29-м стихе апостол Павел говорит обрезание в сердце. Надо сказать, опять-таки, это не новая мысль, потому что о сердечном обрезании говорит еще человек, который, собственно, и передал закон Божий людям, пророк Моисей. Давайте откроем книгу Второзакония, 10-й глава, 16-й стих. Так обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыми. Таким образом, когда Моисей передал, что Господь избирает иудеев, и печать этого избрания полагает обрезание, тут же объясняет, что такое обрезание не есть только внешние отличия. Оно должно возводить к полноте совершенство. И обрезание сердца в данном случае означает отсечение всех страстей, то есть гнева, похости, зависти и так далее. То есть обрезанное сердце – это чистое и непорочное сердце. И свободное от всякого грехонного, и расположенное ко всякой добродетели. Апостол Павел на этом не останавливается. Он не только о сердечном обрезании, как Моисей говорит, но дальше говорит «по духу, а не по букве». На это выражение Святой Отца тоже обращают пристальное внимание. Мы с вами прочитали, что в Священном Писании требуется не только внешнее обрезание, но и внутреннее. Это так. Но внутреннее это обрезание может совершиться только при последствии Духа Святого. А все ветхозаветные установления, все жертвы, все жертвоприношения этого Духа дать не могли. Поэтому, как отмечают Святые Отцы, здесь содержится очень глубокая мысль. Видимо, через это выражение апостол Павел добивался того, что иудей должен расположиться к тому, что недостаточно ему одного иудейства. Он должен принять Дух, новую благодать, и через это стать обрезанным в сердце. То есть, опять-таки, апостол Павел преследует мысль, что не только язычникам он хочет убедить в том, что им необходимо благодать, но и иудеям, что одного иудейства недостаточно, необходима благодать Божия, которая и может по-настоящему сердце сделать обрезанным. И, наконец, 29 стих заключается словами «Мой похвала не от людей, но от Бога». Мысль такая, что здесь он хочет еще и вот это превозношение иудейское несколько разрушить. То есть, мысль та, что хорошо, от людей тебя хвалят, то ты иудей, ты правильник, исполняешь закон, но сам-то ты в сердце осознаешь, что от Бога может быть похвала и не быть за твои дела. И что важнее, похвала от людей или от Бога? Конечно же, от Бога. То есть, если это по внутренности таков, как ухты по наружности. Итак, к всем этим отрывкам апостол Павел убеждает иудея, что не только язычник грешен и безответен перед Богом, но и иудей. И поэтому и язычники и иудеи нуждаются в некотором особенном новом образе спасения. Но апостол Павел, безусловно, знал, что все-таки иудею трудно сделать такой шаг к вере. Как бы он себя не осознавал грешным, безответным перед Богом. Однако, безусловно, он помнил, что он принадлежит к народу Божию. И что все и обрезания, и весь закон – это все-таки богоустановленное учреждение. Поэтому, безусловно, в уме и иудеям мог возникнуть вопрос – хорошо, обрезание само по себе не спасает. Но ведь Бог это установил. Зачем? Тогда для чего все это было? Можно было обходиться и без видимого знака. Поэтому апостол Павел, чтобы рассеять эти недоумения иудеев, посвящает всем этим темам еще несколько стихов. В третьей главе, с первого по восьмой стих. А потом уже переходит дальше, к новой теме. Итак, апостол Павел, понимая, что такие вопросы могут возникнуть в уме иудея, начиная здесь рассуждение вообще о значении ветхозаветного домостроительства Божия. То есть, к чему все это было? Почему он говорит здесь только об обрезании? Потому что, собственно, обрезание – это дверь в закон Божий и печать. Обрезание началось раньше всего закона, это было первое. Именно на нем закон стоит. Сначала появилось обрезание, потом был дан закон. Поэтому, если разрушено смысл обрезания, разрушается смысл всего закона. Поэтому здесь апостол Павел выделяет это как главную тему. Как видим, здесь апостол Павел задает вопрос от себя. Но, как отмечает Иоанн Зазборник, по всей видимости, когда он беседовал с иудеями, когда своей логикой припирал их к стенке, они, видимо, ему задавали такой вопрос. Поэтому здесь апостол Павел и начинает рассуждение о ветхозаветном домостроительстве. Чтобы не отвлекаться от главной своей темы, здесь он говорит об этом кратко. Более подробно будем читать дальше. 9, 10, 11 главы целиком этому вопросу посвящены. Вот здесь же апостол Павел лишь кратко касается и отсылает иудеев к слову Писания. Предлагает им самим поразмыслить об этом. Великие преимущества во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено слово Божие. Второй стих. Здесь апостол Павел выделяет самое главное отличие иудеев от язычников. И этим самым он сказал все. Он говорит, что самая высокая честь, это что когда другие народы имели только естественную способность познавать истину, то иудеи получили закон, то есть Писанный закон, Слависа Божия, прямое откровение. В этом главное преимущество иудеев. Вот. Безусловно, как мы раньше говорили, читая первую главу, что язычники многое знали по преданию, которое сохранилось от времен Адама, или по собственному рассуждению, размышлению. Но, как отмечают святые отцы, ни тот, ни другой путь не давал им непоколебимого убеждения в истине. Поэтому они увлекались разными учениями. А то, что иудеям было верено слово Божие, оно верено было не только для их личного пользования. То есть, Слово Божие предназначалось для спасения язычников. Поэтому иудеи были как бы лишь семенем благ в этом мире. И эти блага должны были впоследствии раскрыться и для язычников. И в этом смысле и сами язычники должны были признавать великое преимущество иудеев. И они действительно признавали, как только узнавали о том, что иудеям верено Слово Божие. Но этим кратким словом, что иудеям верено Слово Божие, в этом их преимущественно преимущество. Апостол Павел, если иудеи дальше поразмыслинут его словами, здесь преследует очень важную цель. Он не сказал прямо иудеям, что Ветхий Завет это временное. То по пришествии Нового Завета Ветхий Завет отменяется. Но здесь тем, что он сказал, что им верено Слово Божие, в этом их преимущество, он подталкивает их к мысли о временности этого. То есть, если им верено Слово Божие, и это Слово Божие должно быть передано язычникам, то следовательно, когда оно передано, значение Ветхого Завета упраздняется. То есть, это временное, лишь временное устроение Божие. Оно имело смысл, но больше оно смысла не имеет, перешел Новый Завет. Вот такая мысль здесь заключена в этих словах. Вот на этом мы на сегодня закончим. Расстанемся с вами до Преображения Господня, до 19 августа. И тогда будем продолжать.